В эфире программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Добрый вечер. И коротко о главном. Жуткая находка в Минусинске. На берегу протоки обнаружены десятки расчлененных собак. Риэлторы-мошенники. Абаканское агентство недвижимости подозревается в обмане клиентов. Взрослая музыка в исполнении детей. В Хакасии открылся межрегиональный конкурс ансамблей и оркестров. Со дня на день в Хакасии начнут вскрываться реки. По прогнозам специалистов Республиканского гидромедцентра, ледоход на реке Абакан в районе Абазы ожидается 15 апреля. Плюс-минус три дня. В районе республиканской столицы река должна вскрыться 13 числа. С учетом погодных корректив гидрологи дают разброс к этому сроку еще в четыре дня. Проведенные замеры в верховьях реки Абакан показали, что снегозапасы в горах в этом году существенно превышают значение предыдущих лет. Поэтому и воды в реках в половодье будет больше. Максимальные уровни весеннего половодья прогнозируемые чуть выше нормы в среднем многолетних значениях. Примерно на 20 сантиметров. Но при интенсивном выпадении осадков максимальные уровни могут превысить на полметра на метр. Особую опасность в этот период несут ледяные заторы. Гидрологи прогнозируют их образование на реке Абакан в районе Абазы и Беловаяра. Как правило, лед в этих местах заранее взрывают. Сегодня работы проводились в Алтайском районе. За происходящим наблюдал Виктор Лушников. Подготовка взрыва заняла несколько дней. Белоярские коммунальщики пробурили на Абакане четыре сотни лунок. А сегодня с утра к работе приступили уже взрывники. Заряды закладывают в лунки, соединяют между собой проводом. В сумме это полторы тонны взрывчатки. У нас на этом участке уже последние четыре года всегда постоянно возникают ледовые заторы. И буквально в течение этой недели было такое решение принято, чтобы ослабить лед путем взрыва. Замеры конца февраля показали, что лед в этом месте от 70 сантиметров до метра. Но к моменту проведения взрыва толщина панциря еще увеличилась. Местами превышала полтора метра. Такая масса вряд ли стронулась бы с места в момент ледохода. В результате затор и реальная возможность подтопления ближайших улиц. Так уже происходило три года назад, когда вода размыла дамбу и подошла вплотную к селу. С тех пор на реке проводят профилактические взрывы. Мы даем гарантию при производстве данных работ, что подтопление будет белого яра исключено. Стоимость профилактических взрывных работ составила более 500 тысяч рублей. В этом случае власти денег не экономят. Безопасность дороже. Команду к подрыву подали около пяти часов вечера. На воздух взлетели сотни тонн льда. Если мы, допустим, в прошлом году здесь поднимали участок длиной метров 700, то в этом где-то порядка около тысячи метров. Потому что здесь очень большое ледяное поле наблюдалось в прошлом году. И в этом году лед очень толстый. По заключению специалистов, взрыв основательно разрушил плотное ледяное поле. И теперь жители Белого яра могут без опасений ждать ледохода. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вестихакасия. Кстати, добавлю, что с понедельника синоптики обещают повышение дневных температур до 15-20 градусов. А значит, уже следующая неделя покажет, каким будет первая волна паводков Хакасии. Сотрудники агентства недвижимости подозреваются в мошенничестве. Офис недобросовестных риэлторов находился в Абакане по улице Карла Маркса 40 в здании центральных бань. Агенты брали деньги, а взамен предлагали телефоны и адреса квартир, сдаваемых в аренду. Услуга стоила от 1 до 2 тысяч рублей. После оформления договора они действительно предлагали несколько вариантов, но в каждом случае указанный номер не отвечал, был недоступен, или звонившим говорили, что квартира уже сдана. Один из потерпевших клиентов обратился в полицию. Начались проверки деятельности данного агентства. На сегодняшний день подобные заявления написали более 300 человек. В настоящее время в отношении руководителя и двух специалистов офиса возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Шокирующая находка в Минусинске. Недалеко от школы волонтеры обнаружили десятки трупов собак. Они разбросаны по льду и берегу протоки реки Енисей. Сколько точно там животных, сказать нельзя. Все они разделаны по частям. Сейчас расследованием занимается полиция. Кстати, с подобным делом они сталкиваются впервые. Все подробности у Елены Крыловой. В тихом местечке старой части Минусинска – настоящее кладбище домашних любимцев. С той лишь разницей, что в отличие от известной книги Стивена Кинга, мотив здесь – не отчаянная любовь к животным и мистика, а человеческая жестокость. По льду и берегу разбросаны собачьи головы, разорванные шкуры, хвосты, лапы. Найти все это волонтерам помог ими же, когда-то спасенный пес. Гуляли с собакой, собака подбежала, пленка лежала вся окровавленная. И было тельце собачки, снятая кожа, обрезано мясо. Хвостик выдавал, что это была собачка раньше. Ну, еще там тушки были, я уже не стала смотреть. Потом прикрыла это все и ушла. Сколько здесь собак, сказать трудно. Все трупы разделаны, причем заметно, что набитой рукой. Не тронут только один пес, но полицейские говорят, что, скорее всего, это другой случай. Видно, здесь есть и взрослые овчарки, и совсем еще маленькие щеночки, возрастом с месяц. Ясно, что их съели. Либо здесь же бомжи, потому что больше всего останков рядом с кострами, либо кто-то дома и уже сюда принес отходы. Сейчас проведем поквартирный обход. Может, вот рядом скажут, да вот соседи таскают постоянно, какая сложность. Пойдем, будем разговаривать и разбираться. Если не найдется хозяев собак или свидетелей того, как их убивали, единственной статьей, которая подходит к этому зверскому случаю, остается несанкционированный выброс мусора. Ведь если животное бездомное, закон его не защищает. Скорее наоборот. Территорию берут коммунальщики, а волонтеры пока думают, не те ли это псы, которых они же сами когда-то пристроили, как им казалось, в добрые руки. Люди приручили собак, когда-то сделали их помощниками, а теперь их же своими руками убивают за это. И собаки, естественно, ни в чем не виноваты. Они человеку доверяют, они нас любят, несмотря на все зверства. Многие люди называют собак зверями, правильно сказать, зверми. Но на самом деле страшный зверь, самый страшный зверь – это все-таки человек. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. И далее наша традиционная пятничная рубрика «Парламентский дневник». Ольга Стельмах о главных темах, которые обсуждались на уходящей неделе в Верховном Совете Хакасии. К борьбе с произволом в ЖКХ подключат и муниципальные власти. Причем ответственность чиновники разделят вместе с управляющими компаниями. Депутаты Верховного Совета Хакасии обсудили поправки в жилищный кодекс. О необходимости принять их парламентарии заговорили с начала этого года, после обострения ситуации в коммунальной сфере. Тогда муниципалитеты не смогли решить проблему самостоятельно, хотя такое право имели. За нарушение привлекать к административной ответственности и штрафовать управляющие компании. Кварплаты необоснованно поднимали, люди жаловались, но ни одного штрафа коммунальщики так и не выписали. Впрочем, есть и другая сторона. Местные власти ограничены законом. Могут проверять только муниципальные дома. Это всего лишь 10% от жилищного фонда. Остальные 90% в полном распоряжении управляющих компаний. Муниципальным образованием отводится роль пожарных команд. Значит, если есть обращение, тогда пойдут проверят, наведут порядок. Нет обращения, все варится в собственную соку, и когда люди уже вышли, как говорится, на площадь, тогда начинается работа, соответственно, с нашим законодательством. Депутаты предлагают не ограничивать надзор лишь муниципальным жилищным фондом. Поправки отчасти решат проблему. Мы не можем говорить о каких-то претензиях к органам местного самоуправления, если у них нет реальных рычагов воздействия на соответствующий жилой фонд. Поэтому вот эта законодательная инициатива в адрес Государственной Думы и позволяет дать такую возможность. Муниципалам развяжут руки. Они смогут проверять и наказывать коммунальщиков рублем. Но ответственность за порядок в сфере ЖКХ разделят и сами чиновники. Не будет контроля, штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Несмотря на жесткость условий, муниципальные власти идею поддержали. Мы об этом давно просили. Мы хотим, чтобы нас уважали как минимум, как максимум, возможно, боялись. Те нерадивые управляющие компании, которые на территории наших городов, поселений, пытаются управлять жилищным фондом. Мы хотим, чтобы с нами считались. В Хакасии создадут органы муниципального жилищного надзора. По сути, они возьмут на себя функции жилинспекции. Сегодня решают, как новая структура будет взаимодействовать с республиканским надзором. От такое сотрудничество крайне необходимо. Жилищная инспекция республики Хакасии никогда не решат все в сонном комплекс противоречий, который расположен на территории каждого муниципального образования и десятки тысяч домов. Там миллион вопросов. В целом поправки и законодательные инициативы уже поддержала фракция «Единая Россия» Верховного Совета Хакасии и депутат Госдумы Виктор Соболев. Он посетил республику с рабочим визитом. В климатике лежит около 120 инициатив по изменению действующего законодательства. Из них 90% касающиеся именно вот внесения изменений в жилищный кодекс. То есть, с нашей точки зрения, он уже морально начинает устаревать. Депутаты скорректируют также документ об административных нарушениях по жалобам жителей. Муниципальные власти проверяют коммунальщиков. Нарушения подтвердились. Согласие собственников управляющую компанию можно поменять. Между тем, у населения республики появится еще один рычаг воздействия. В мае Верховный Совет Хакасии рассмотрит закон о защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Закон Хакасии о бесплатной юридической помощи признали лучшим по Сибири. Высокую оценку документы его разработчики получили на заседании Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции России по Новосибирской области. Парламент республики представила Светлана Могилина. Напомним, федеральный закон гарантирует отдельным категориям населения бесплатную юридическую помощь. Регионы были вправе расширить список тех, кто может воспользоваться услугами юриста. И депутаты этим правом воспользовались. Они добавили в него многодетных родителей, инвалидов третьей группы, представителей коренного населения. Особо отметилось то, что мы своим законом защитили граждан, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций и аварий техногенного характера. Это, безусловно, было взято другими субъектами на вооружение. И в рекомендациях было сказано, чтобы и они в своих законах субъектовых эти положения учли. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дневник» вы можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан указом президента России награжден государственной наградой. Орден почета вручен за многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность и благотворительность. Архиепископ Иоаннафан возглавляет Абаканскую пархию с 2000 года. За это время им проделана большая работа по возрождению православия на территории Хакассии и Тывы. Число приходов увеличилось втрое и достигло 44. Практически во всех есть храмы. Организована благотворительная и просветительская деятельность. Под непосредственным руководством правящего архиерея сооружены Спасо-Преображенский кафедральный собор, градоабаканский храм в честь равноапостольных Константина и Елены, создана и успешно действует православная гимназия в Абакане. Масштабное музыкальное мероприятие стартовало сегодня в Абакане. В Хакассии открылся межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки. В республику съехались более 170 ансамблей и оркестров из Кемерово, Тувы, Красноярского и Забайкальского краев. Прослушивания состоялись днем, а вечером на сцену Республиканской филармонии вышли члены конкурсного жюри. Необычная картина в зале Республиканской филармонии. Не жюри оценивает конкурсантов, а конкурсанты жюри. Народные и заслуженные артисты России перед концертом волнуются и, кажется, напутствиями подбадривают не только конкурсантов, но и самих себя. Удача действительно выразить себя в слуги, то, что вы сделали, и вас оценят, не волнуйтесь, по-справедному. Будет все очень-очень справедливо. Спасибо большое. Конкурс ансамблевой и оркестровой музыки проходит раз в два года. В этом году впервые он получил статус межрегионального. В течение двух дней жюри предстоит оценивать мастерство и определять лучших по двум направлениям – академическое и народное. А сегодня по традиции конкурса сами члены жюри показывают, как надо. Всего в конкурсе примут участие более 400 дарований из разных регионов Сибири и, конечно, Хакасии. И сегодня каждый преподаватель верит, что таланты именно его подопечного покорят жюри. Дети наши прекрасные, дети наши талантливые. Фамилии наших детей звучат по всей России. Мы неоднократно были победителями на различных конкурсах. Ну и надеемся, что нас заметят и на этом конкурсе. Наталья Гармашова, Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. И прежде чем попрощаться, анонс наших завтрашних передач. В 10 часов 5 минут смотрите проект «Большие деньги», созданный при поддержке правительства республики. В 10.30 – «Культура Хакасии» – программа регионального министерства культуры. И сразу после «Знай наших» очередной выпуск посвящен Дню геолога. Не пропустите. А на сегодня я с вами прощаюсь. Хороших выходных. Смотрите «Вести».